Европа, США, Канада, Япония заявили, что не признают и не признают легитимность этих выборов, так называемых. Украинские власти также заявили, что выборы здесь юридически ничтожны, не имеют никакой силы. Эту тем более подробно обсудим с Витисом Юрконисом. Это политолог, руководитель литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета. Рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, к выборам так называемым на временно оккупированных территориях, да и в целом для понимания, а зачем это Российской Федерации? Ведь вот давайте посмотрим. Заявление Российской Федерации о так называемых новых территориях, это плюс еще город Запорожье, который ни дня не был в оккупации. Это город Херсон, который силы обороны Украины деоккупировали. Это также Запорожская область, которая частично оккупирована, но частично под контролем сил обороны. И мы видим прекрасно, что с каждым днем освобождается силами обороны Украины все больше и больше территорий. О каких выборах может идти речь, когда, давайте на секунду представим, в мифической Конституции Российской Федерации не все ее территории под контролем? Что за юридический бред, поясните, пожалуйста? Бред и бред. Честно говоря, выборы в России не признаются и там по выборам Думы, выборам президента и так далее. То есть все международные институты говорили уже давно, что они не свободные и там нет никакой конкуренции. И это выборами назвать нельзя. Там фарс, спектакль, имитация и так далее. Когда мы говорим про так называемых выборов в Украине, ну то есть на оккупированной территории, это даже не вопрос имитации фарса, бреда, это просто преступные действия, да. Потому что и тут совсем разные вещи, выборы, невыборы или их имитация в Москве. И, например, преступления, ползущие на полуострове, Крым или в других местах оккупированной Украины. Так что вопрос обсуждать, а зачем, а какая мотивация, ну мы понимаем, что есть попытки промывать мозги и внутри России, и, может быть, среди частично населения оккупированных территорий, и, может быть, даже для некоторых международных деятелей. Ну то есть мы понимаем, что они также дисператно хотят как бы показывать, что есть какая-то нормализация жизни, несмотря на то, что как бы ведется военные действия, падают бомбы и так далее. То есть хотят отмаркировать территорию, что вот столбики, вот тут выборы, значит, тут территория России, но мы понимаем, что в БСУ в ближайшее время эти столбики снесут и отвоюют эту территорию. Ну то есть обсуждать эту мотивацию преступления, ну мы знаем, что в судах обсуждается это, да, почему там человек убил другого человека, или почему было сделано другое или иное какое-то преступление. Ну суды смогут это международные обсуждать, но мне кажется, по сути, это какое-то ничтожное явление и преступление, и это мы видели уже и в 2014 году. Помните, когда был так называемый референдум по поводу там аннексии Крыма, был литовский посол, который наблюдал за всем этим и очень четко сказал международному сообществу, что так называемый выбор или референдум, или что, ну, это не выборы, а это преступления, потому что выборов под автоматами не бывает. Нет такого слова, как выборы под автоматами, да. Ну, собственно, мы то же самое видим практически то, что видели 10 лет тому назад. Добавим вот о реакции институции на так называемые вот эти псевдовыборы, которые проходили на украинских купированных территориях, вот, к примеру, о Европейском Союзе. Такая реакция, там осудили проведение России так называемых выборов на временно неподконтрольных территориях Украины в автономной республике Крым, городе Севастополь, в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Хосепа Бурреля, то, что Россия называет выборами, это буквально цитата, прошло на фоне широкомасштабных и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан. Хосеп Буррель высоко оценил мужество жителей Украины, которые выступали против так называемого голосования и продолжают сопротивляться российской оккупации. Далее, короткая цитата, вернемся к обсуждению. Мы решительно отвергаем эту новую тщетную попытку России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий. Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и лица, причастные к их организации, должны понести ответственность за эти незаконные действия. Жозеп Буррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Напомню, что выборы на временно неподконтрольной украинской территории проходили еще и до 2023 года, так называемые президентские выборы проходили в Автономной Республике Крым, выборы президента Российской Федерации, до того выборы проходили на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Но вот если возвращаться в 2018 год, когда в Крыму проводились выборы почему-то за президента России, никоим образом это ведь не повлияло на определенную легитимность самого Владимира Путина. Да, и тогда были заявления о том, что ЕС, громкие большие институции не принимают такие выборы, но тем не менее никто не переставал общаться с Владимиром Путиным в целом. По вашему мнению, какое отличие вот этих выборов от предыдущих тогда, какое отличие этого осуждения от предыдущих осуждений, какие в принципе будут результаты для России на международном, глобальном уровне после этих так называемых выборов на территории Украины? Я думаю, что они эти результаты чувствуют и сейчас, то есть и санкции, и изоляции, и так далее. То есть и в принципе Боррель высказался более глобалматическим жаргоном, но все-таки сказал практически то же самое, что это преступление. И то, может быть, в 2018 году это не признавалось, осуждалось и так далее, но, может быть, не называлось это преступлением. А тут все, четко сказано, что все, которые участвуют в этом, должны как бы нести ответственность. Так, мне кажется, это более жесткая тональность. И, впрочем, ну да, в контексте полномасштабной войны, мне кажется, уже даже те, которые там сомневались, что не все так однозначно, все видят довольно однозначно. И, ну, видят это как преступление, даже не как псевдовыборы. Хотя и это слово, в принципе, возможное. Просто преступление, мне кажется, оно более четко выражает то, что это оппированная территория, что Россия использует и другие инструменты, и давление на население, и уровень пропаганды другое. Так что то, что Путин нелегитимен, ну, то есть это даже, ну, его действия, как бы, и война развязана против Украины, это еще один предмет, как бы, еще один показатель той нелегитимности и того масштаба преступления. Но все-таки по поводу выборов, которые там были, как я и говорил, там и на Думу, и президентские, и муниципальные, мне кажется, никто не имеет никаких, как бы, сомнений насчет того, что там свободного выбора нет, что там фейк, что нету там никакой конкуренции, что СМИ независимые все выгнанные, и, в принципе, вещают сейчас только онлайн, через всякие VPN и так далее. Так что про выборы в России и разговора нету, а про выборы в оккупированных территориях это преступление. Вот и все. Витя, что важно, что значит вот эти так называемые псевдовыборы на временно неподконтрольных территориях Украины? Давайте уже брать 2023 год, от этого будем отталкиваться. Для легитимности России, вот, к примеру, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, в целом, в такой институции, как ООН, ведь представители все-таки, они выходцы из целом политической системы Российской Федерации, представители, имея в виду государство террориста. По вашему мнению, ставится ли вопрос тогда в целом о целесообразности пребывания российских делегатов, вот как в Совбезе, так и в целом в Организации Объединенных Наций? По-честному, мне кажется, эта вся вот имитация с выборами и так далее, оно только еще одна, как бы, вишенька на торте, но в плане вот этого всего преступления против украинского народа и того, как нарушается не только права человека, но все международное право, но я думаю, что в принципе не то, что даже с полномасштабного вторжения, хотя это наверняка должно было стрясти все международное общество, и уже тогда был момент, когда или членство Совбезе в ООН должно было саспензироваться, или они должны быть исключены из всех вот таких структур, международных площадок. Это уже должно было случиться, и тут вот эти фейковые выборы, мне кажется, они только дополняют еще одна копейка в копилку этих аргументов, что Россия и Кремля не должно быть в международных институциях, пока армия России и преступники России не выйдет из территории Украины, пока не будет уже договоренности по поводу компенсации всех для Украины и так далее. То есть, ну, потому что при это же нарушении всех международных правил и норм, и несмотря на это, они еще имеют место там, Россия, и будут пользоваться вот этими вот фейками, выборами, говоря про якобы, какую-то там нормализацию и так далее. И понятно, что большинство евроатлантического сообщества не будет про это верить, воспринимать это как какие-то реальные аргументы, но манипуляции такого рода будут вестись. И поэтому я надеюсь, что будут некоторые страны, члены ООН, которые будут, ну, реально эти аргументы использовать, в противоположном как бы направлении, что такого рода манипуляции в ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы не должны вестись. И мы уже видели на практике, что Россия уже была там аспензирована на некоторых международных площадках. Так что, даже если это сложно, но даже если это только теоретически возможно, надо сделать все возможное, что такое случилось. И на завершение, позвольте также уточнить, вот в целом возвращаясь на временно оккупированные территории и на саму Российскую Федерацию. Эти псевдовыборы, понятное дело, фарсы. Эти псевдовыборы, к ним, понятное дело, никто серьезно не относится даже на временно оккупированных территориях. Но для чего тогда использует кремлевская пропаганда, кремлевская власть такую картину демократичности в Российской Федерации и на оккупированных территориях? К чему это все и для кого самое главное? Ну, одно, что для своего собственного населения. Ну, то есть капать, 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 говорить, вот мы отстраиваем дома, у нас есть какая-то якобы гуманитарная помощь, мы якобы там помогаем деткам, мы вот делаем выборы, вот люди в этом участвуют и так далее. Ну, мы понимаем, что это вот промывание мозгов внутри, потому что это схоженная картина, они не показывают те репрессии, которые происходят, эти пытки, которые происходят, не показывают на то, что как людей заставляют в этом участвовать и так далее. Ну, то есть реально те, которые этому противостоят, которые показывают ту реальную картину, что вот насколько виден вот масштаб давления, они молодцы, потому что это тоже как бы картина для международного общества, что там давление продолжается и никаких-никаких переговоров насчет того, где мы будем делать линию и так далее. Нет даже предмета для никаких переговоров. Все знают, какие были границы там в 13-12 году Украины, и мы должны говорить про эти границы, а не где-то ставить какую-то маркировку. И я понимаю, что наверняка кто-то, забегая далеко в будущее, думая, что вот мы этими выборами будем легателемизировать и ставить какие-то столбики, где будет проходить вот та новая граница, мы не говорим про никаких новых границ. Есть границы, которые были как бы выставлены после распада Советского Союза, и они такие должны и оставаться. Это как бы то, что говорит международное право, и никакие фейки, и никакие преступления этого не должны менять. Спасибо вам огромное, Витя, за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, Витя Свирконес, политолог, руководитель Литовского офиса Freedom House, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета был на прямой связи с нашей студией. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Продолжение следует...